всем кротовый привет дорогие друзья с вами снова и на связи паша фриман и сегодня мы с вами поговорим про такой танк клеопард 1а5 новинку обновления 2.0 в артандре и сегодня у нас с вами помимо всего прочего 1 к видный обзор потому что к сожалению друзья у меня нашли к вид те симптомы у меня есть вкусы и запахи я не чувствую голова побаливает возможно вроде даже температура есть потому что электронный градусник не может показать если температура или нет но по ощущениям она как будто есть и в целом состоянии не самое такое хорошее поэтому могу не так уж активно рассказывать про танк как я это делаю обычно на этом симптомы у меня вроде закончились более серьезных каких-то осложнений вроде не наблюдается единство что во время стрима у меня покалывало в груди когда я вдыхал полную грудь воздуха но сейчас вроде такого уже нет вроде отпустила поэтому друзья если у вас есть какие-то симптомы к вида сразу вызывайте врача делайте тест не затягивайте с этим это очень важно сейчас следите пожалуйста за своим здоровьем а также напомню вам чтобы вы проверяли подписочку на канал потому что периодически она может слетать youtube иногда отписывает зрителей от каналов на которые они подписаны это бывает рандомно поэтому перепроверяйте на всякий случай чтобы не пропускать новые ролики ну и соответственно давайте ребят с вами начинать обзор или мнение кому как удобнее на леопард 1а5 собственно наверное начнем с того чем они отличаются от обычного леопарда 1а1 отличаются они двумя вещами у а5 появляется тепловизор в прицеле к сожалению панорамы у нас не будет поэтому в бинокле им невозможно будет воспользоваться только в прицеле и наличие более лучшего ломика дм-33 на леопарде 1 был только дм-23 ну и соответственно в стоковом состоянии мы также с вами начинаем на кумулятивных снарядах что будет немножечко доставлять неудобства в рандоме потому что был рейтинг у нас теперь выше топишь 90 леопарда 1187 и там немножечко все-таки попроще на кумулях играть на 90 мы попадать с вами можем соответственно в 10 0 против танков у которых очень хорошая защита против кумулятивов а также более часто появляется динамическая защита благодаря которой мы не способны сожалению эффективно бороться с вражескими танками но зато самом первом ранге прокачки у нас уже есть возможность выкачать ломик дм-23 ну а топовый ломик будет доступен на четвертом ранге прокачки модулей разница достаточно существа между этими снарядами дм-33 пробивает примерно на 70 миллиметров больше брони и соответственно и немножечко больше заброневого делает но во всяком случае мне так кажется по ощущениям 23 все-таки поменьше как будто бы осколков создает при пробитии вражеского корпуса 33 конечно здесь будет большим плюсом конечно же тепловизор будет упрощать поиск противника по кустам но он у нас к сожалению первого поколения поэтому на больших расстояниях изображение может расплываться либо на каких-нибудь пустынных картах где есть песчаная буря иногда силуэты танков будут размываться на фоне как бы карта я не знаю как сказать короче на большом расстоянии будет трудновато заметить танки даже с тепловизором я с этим уже сталкивался так что обращайте на это внимание во всем остальном же это точно такой же леопард а1 как и предыдущий соответственно скорость поврота башни углы наведения перезарядка все абсолютно то же самое у нас остается подвижность такая же подвижность замечательная и задним ходом мы с вами можем кататься со скоростью 25 километров в час это очень часто помогает уйти из-под атаки противник ну и наоборот выкатиться на него максималочка на 65 километров час едет танк довольно бодро маневрирует также хорошо разумеется у нас есть и двухполоскосной стабилизатор на орудии соответственно можем стрелять с вами на ходу что тоже будет большим плюсом хотя на этих боевых рейтингов все полноса стабилизаторами катаются и можно сказать что этим никого уже не удивишь по поводу выживаемости здесь ребят все довольно странно потому что леопард 1 он принципе довольно легко уничтожается что ломиками что фугасами что кумулятивами зенитками в общем живучесть у нас с вами не самое лучшее хотя были моменты когда я лобовой проекции танковал и т-55 и т-72 по непонятной причине у них были рикошеты от vld тундра скорее всего в этот момент происходило поэтому я их и переживал иногда снаряды пропадают в гусеницах но опять же это сейчас на всех танках встречается такое что это наверное вряд ли можно назвать особенностью леопарда 1а5 конечно же в лобовую проекцию нас пробивают некоторые зенитки в бортовую тем более потому что в бортах у нас 35 40 миллиметров брони соответственно уничтожает нас очень легко в крышу также могут легко уничтожить что авиация с автопушек что вертолеты по тураме и так далее конечно же выживаемость у нас такие уже говорил не очень соответственно попадание почти любого калибра любого орудия по нам либо приведет достаточно серьезным критическим повреждением из-за которых мы с вами не сможем вести дальше бой либо уничтожит наш танк с одного ну максимум с двух выстрелов поэтому по тактике ведения боя могу предложить пару вариантов либо вместе с основными силами союзников вы будете пробираться по центру карты захватывать точки параллельно и держать скажем так вторую линию атаки то бишь быть на подстраховке союзников более толстеньких или играть на средней и дальней дистанции выкатываясь из-за например холмов каких-нибудь пользуясь своими углами наведения ибо они тут от минус 9 до плюс 20 градусов соответственно от холмов и так мы играть с вами можем использоваться тепловизором никто не запрещает используя замечательную баллистику пушки l7 и классного снаряда дм-33 мы с вами можем пользоваться этими преимуществами чтобы уничтожать и находить соответственно противника вертолета конечно же нам будут достаточно много проблем приносить поэтому я советую брать с собой парочку кумулятивных снарядов в боекомплекте чтобы и низко летящие вертолеты опять же с авиацией сбивать если вы можете это делать и легко бронированную технику ну например какие-нибудь зенитки потому что я заметил что в тундре отключили халбрейк от кинетических боеприпасов на многих машинах в игре и теперь некоторые зенитки не ваншотятся в корпус например либо в башню и периодически они сохраняют свою боеспособность которую они против нас с вами и применяют случае нашего с вами неудачного выстрела поэтому ребят кумулятивами лучше по легкобронированной технике стрелять поверьте это намного эффективнее будет чем ломиком также если вы например переживете все-таки попадание танка и вас например останется половина членов экипажа напомню что в танке всего четыре соответственно на двух членах экипажа воевать становится очень тяжело и в этом случае я буду рекомендовать вам увеличивать расстояние между танками вашим и соответственно противником чтобы вы могли перезарядиться потому что перезарядка на двух членах экипажа у нас составляет там порядка 14 секунд что согласитесь достаточно много также хочу отметить сами по себе ломики дм-33 вполне неплохие правда на совсем больших расстояниях при попадании вниз списка их иногда будет не хватать чтобы пробивать те же 64-ки и 72-ки поэтому если вы будете попадать против топов советую вам стрелять стараться по казенникам это самая пробивная и самая легко поражаемая часть танка вражеского поэтому попадание туда скорее всего приведет к выводу танка из строя ну а дальше вы уже подъедете поближе и долбанете там в корпус или в какой-нибудь другой уязвимое место также дм-33 неплохо работают по наклонной броне ну а также немного по подвернутым корпусом танков соответственно советские танки через передний каток довольно легко уничтожаются этим самым снарядом правда бывает опять же как я и говорил моменты когда снаряд будет застревать в гусеницах ну и разумеется остерегайтесь авиации потому что это будет больно на к сожалению с вами нет противовоздушного обороны скажем так да то есть настолько есть пулемет мг-3 который имеет калибра 7.62 соответственно особо большие серьезные повреждения нанести авиации у нас не получится к тому же он очень сильно ограничен по вертикальным углам наведения в целом учитывая боевой рейтинг 9.0 и довольно частое попадание на боевой рейтинге 9.3 9.7 10.0 геймплей на этих бр-ах ребята нас сами знаете какой соответственно огромное количество крыс мало кто вообще выезжает респауна к сожалению именно это надо учитывать при игре на этом танке благо у нас подвижность неплохая и мы можем с вами применять ее против врага то есть старайтесь всех объезжать но кроме того случая когда вы поедете с своими союзниками по центру там через захват и точек скажем так ради оказываем поддержку в общем назвать танк плохим я не могу потому что все таки на что-то способен но и им бой конечно же его тоже не назовешь просто чуть лучшая версия чем леопард a1 за счет тепловизора и более мощного ломика вот в целом то и все что можно было сказать про этот танк самом начале но все таки я постарался вам раскрыть его возможности указать минусы и соответственно плюсы кстати добавлю что у италии тоже появился точно такой же танчик леопард 1 а5 ну соответственно этот обзор распространяется в том числе и на него потому что они абсолютно одинаковые на что вы думаете по поводу данного танка можете писать в комментариях катали ли вы его уже или будете катать мне будет интересно почитать также делитесь своим опытом эксплуатации данной техники и вообще давайте я вам еще добавлю то что это чуть худшая версия леопарда l44 то есть мы получаем l44 только не со 120 миллиметровой пушкой а со 105 миллиметровой l7 вот и все то есть у нас чуть похуже орудия получается и что самое интересное это один и тот же боевой рейтинг соответственно есть у вас l44 есть премиум на это он будет конечно получше а 5 но с другой стороны если вы хотели l44 но не можете его купить или не хотите донатить в игру то а 5 будет неплохой в принципе заменой ну опять же с поправкой на то что более слабенькое орудие вот наверное все что я хотел вам рассказать если ролик вам понравился то не забывайте ставить лайки вступайте группу вконтакте дискорд инстаграм на канал и систем подписывайтесь на скоро с вами будет 90 тысяч а там уже 100 тысяч подписчиков недалеко ну и соответственно поддерживаете чем можете потому что болеть к видам хреново но я все равно стараюсь для вас сделать какой-то контент увидимся с вами на стримах надеюсь что я смогу их проводить в ближайшем времени в других роликах ну и с вами был карта выпаш фриман всем удачи хорошего рандома не болейте самое главное и пока пока всем